Эти небольшие по размеру аппараты смогут сделать большое дело для Арктики. Прежде всего, сохранить ее экологию. В капсулах пробы океанской воды у приборов ученый САФО, кандидат химических наук Николай Ульяновский. Как говорят, за такими, как он, будущее. Николай стал первым представителем ВУЗа, удостоенным гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Сегодня он в поисках суперэкотоксинов и полиароматических углеводородов. Понятие сложное, но представляющее угрозу экосистеме окружающей среды. И как раз этими соединениями мы и занимались в течение трех лет выполнения проекта. Нами разработаны были новые способы определения данных соединений в почве, в снежном покрове, в льду. Арктические льды с каждым годом становятся ближе к материку, а значит, ближе и проблемы, характерные для уже освоенных территорий. Одной из первых в зону риска попадает вода, природный кровоток между странами и континентами. И пока ученые-экологи бьют тревогу, ученые-химики хладнокровно стоят на страже чистоты Арктики. Насколько загрязнена арктическая вода, изучают в Центре коллективного пользования научным оборудованием Арктика. Мы разработали четыре новые методики по определению различных загрязняющих веществ в морских водах и в прочих объектах. Все это попадает в общую базу данных, и эта база данных позволяет визуализировать уже непосредственно загрязнения, нанося их на карту. Таким образом, любой эколог может видеть на этой карте распространение того или иного загрязняющего вещества или элемента прямо по Арктике. Флора и фауна Арктики также в Центре внимания ученых, и тут без маленьких научных открытий не обходится. Например, в 2015 и 2016 годах по результатам исследований красных водорослей Белого моря получены уникальные субстанции, которые уже внедряются в фармакологии и пищевой промышленности. Масштабы исследований у нас почти космические, не без гордости заявила на встрече с журналистами ректор САФУ Елена Кудряшова. Будет отработана методика получения информации, распространения вредных веществ биологическим путем, их попадания в пищевые цепочки и воздействия, соответственно, на организм человека. Получается очень интересная система, которую на самом деле сейчас пока никто серьезно не изучает. А САФУ возьмется изучать. Есть инфраструктура, есть люди, есть интерес. А это три главных составляющих научного успеха. На его волнах скоро отправится в экспедицию единственный в мире арктический плавучий университет. Традиционно студенты и преподаватели будут исследовать моря и острова Северного Ледовитого океана, чтобы потом в лабораториях САФУ специалисты вновь пришли к интересным выводам и сделали новый шаг к тому, чтобы ворота в Арктику открылись еще шире. Артемий Заварзин при содействии Медиа-центра САФУ. 7 дней в регионе.